Всем привет! Продолжаем прохождение Андерэл. Сегодня мы попробуем разобраться с Кресиным Королем. Пойдем сразу его искать сначала. Я уже успел немного на базу сбегать, кое-что там сбросить лишнее. Прикупил немного тингалянтов. Тут есть грибочки, но их, соответственно, лучше не трогать, иначе на нас нападут. А еще тут есть ящики, которые, в принципе, можно... Ага. Я мискликнул. Сорян. Можно в инвиз уйти. Просто-просто их, вроде, полутать. А тут ничего. Баттеречка пригодится. Не поли контору. Еще один ящик. А тут у нас что? Патрон для дробовика. Никто не видел, никто ничего не знает. Пошли дальше. Кресиный Король. Возможно, сюда. Просто надо в инвиз войти сейчас резко, потому что... Там, да, там крысы. Сейчас мы участвовать в инвиз зайдем и сразу будем готовы. Потому что, честно говоря, мне как-то желания с ними разбираться нету особо. Опыта мы не получим. Большую кучу прям. А вот задержат нас это все дело. В обход надо, да? Куда не пройти. Хотя они вот стали как-то очень так... Хорошо. Пожалуй, все-таки разберемся с ними. Читать, что у нас есть. Дождем. Пускай они толпой соберутся. Хотя бы так. Мелочь отъехала. Вожак испугался. Все испугались. Где-нибудь можно здесь встать. Что они в капкан зайдут. Капкан с ядом-краулером. Мне бы его снять на самом-то деле, но... Не знаю, хватит ли мне навыка. Сейчас посмотрим. Если никто в него не попадется, то заберем. Если попадутся, значит не судьба. Вот они начали подбираться. Там трое, да? Значит, у нас... Когда восстановление... Два хода. В принципе, мы можем... Отойти сюда. Рубить щит на всякий случай, чтобы нас не сожрали. И потом их добить. Ну, либо потихонечку сейчас уже начать разбирать. Можно, в принципе, замедление набросить. Особенно меня волнует крыса-волк-вожак. А с другой стороны, он идет прямо в капкан. Так что, скорее всего, он застрянет. Вот так вот, значит, да? То есть, то крит есть, то его нет вообще. А сейчас, ну, прям раз за разом. Вот и там. И слава так прибежала их. Пока сюда отойду. Никто в капкан не хочет лезть, да? Этот не боится. Этот тоже не боится. Но раз не боится, значит, можно их поджечь. Два их заденем прям. Один отъехал, второй испугался. Можно его немножко поковырять ножичком. Мы прям так немножечко поковыряли, что он просто взял и умер. Ну все, пусть подходит. Сейчас я его разберу. А, укусил все-таки. Вот же хорошая крыса такая. Там еще один капкан. Зато капкан с ядом у нас остался. Значит, берем, где у нас бинтики. Бинтики нам помогут сейчас. 47, да, помогут. Резерв пока восстанавливать не будем. Он еще, в принципе, на один бой его хватит. О, 3-4 шкурка. Я, наверное, ее заберу. Шкурочку. Останки. Что там у нас? Ясно. Нам надо биологию качать, чтобы что-то полезного из этого крафтить. Еще надо сохраниться, потому что мы можем в капканчик попасть сами. 15. Нет, 15 не забираем. Гриб красный сон заберем. Сейчас одеваем. А, ну, у нас и так пояс охотника надет. Ножичек в руках. Так что, сохранимся, попытаемся снять. Возможно, у нас получится. Нет. Не получилось. Вот интересно, почему. Что, и оглушение, да? Капкан. У нас ловушки 55. У нас обнаружение. Видимо, 55 навыков не хватает, чтобы эти капканы снимать. Мы сейчас проверим, хватает ли нам навыка обычный капкан снять. Без яда краулера. Только он с другой стороны. Обломки забираем. Там у нас диковинка. Немножко опыта обсидиановый осколок. 75 опыта. Лишним не будет. О, капкан, капкан. Обычные капканы. То есть, раз капканы попадают по дороге, значит, мы, наверное, уйдем впереди. Нас ждут еще больше капканов. Попробуем. Не удалось, недостаточно навыка. Серьезно. То есть, там не писала, что недостаточно навыка. Здесь хотя бы пишет. Но все равно его недостаточно, видимо. Пробуем второй раз. Может, второй раз получится. Нет, не получается. Хотя бы мы сами не попадаем в этот капкан. Наверное, не получится. В общем, навык надо поднимать. Даже обычные, обычные капканы снимать. Я уже не говорю там про мины. Про капканы с ядом. Может, до сотки придется поднимать хотя бы, чтобы... Опа, тут у нас... А, тут у вас... Нет, это еще пока не здесь. Эти охотники, сталкеры. Тут у нас есть капкан. Можно, в принципе, на него сагрить их. Здесь у нас что? Вот тут тоже есть. Пожалуй, здесь поставлю немножко своих капканчиков. Отсюда мы начнем их агрить. Будем оставлять... Сзади себя врагов. Сохраняемся и вперед. Заодно чуть-чуть опыта. Конечно, совсем чуть-чуть за них дают. Но все-таки хоть что-то. Опачки. А, вот оно что. Древний крысоволк. Вот такие древние крысоволки. Будет два штуки. Там, где обитает этот король крысоволков. Ну, типа опасно, безусловно. Немножко его заморозим. Да, хп у него просто тьма. Скорее всего, нас тут сожрут. Надо будет тогда ставить капканы. Значит, сюда. Сюда, сюда. Хотя лучше вот так. Вот так, вот так. И в дизаныкаться. Здесь тоже пару капканов поставишь. Чтобы у нас было место их атаковать. А они нас не могли. Пока сюда отойдем. Большой бы попался в капкан. Был бы очень рад. Но нет. Он не попался. Итанем сейчас их. Оу. Красиво горят. Прям все загорелись. Почти все. Один испугался. Древний крысоволк. Причем кучу все урона получили. Там критового. И у нас 4, 116, 150. То есть он еще будет по 38 урона. Каждый ход получать. Можно его еще немножко подстрелить. Опускай дограют. Не будем пока тратить снаряды. А вот этого. Неплохо было бы. Заморозить. Сейчас нам надо как-то выжить 5 ходов. Не знаю, как это реализуется. Посмотрим. О, красиво. Хорошо ты зашел. Вот это ты зря сюда подошел. Плохо, плохо, плохо. Надо было там еще только капкана всякий случай поставить. Они с другой стороны обходят. А он даже не пуганный. В принципе, я могу его поджечь из пистолета. Он загорелся, убежит. Пока по поводу его не думаем. 38 урона. А, очки закончились. Хорошо. Можно съесть стимулятор. Правда, он нас особо не спасет. Где стимулятор? Обычный. Перезарядить уже не получится. Пока сюда отходим. Вот он еще один ход будет гореть и стоять в капкане. Но это все равно недостаточно. Сколько у нас осталось? Три хода, да? Но три хода мы не выживем. Он очень-очень жесткий. Вот мы продлили ему горение. 45 урона, два хода. Но этого все равно недостаточно. Можно пойти в ту сторону. Этот сколько? Еще один ход будет гореть. Можно куда-нибудь сюда прям встать. Надеюсь, не на то, что он в капкан зайдет. Ага. У вас тут много собралось, ребята. И все крысы. Крысовой кважак прям. У нас остался еще один ход. Если бы я тут капкан и все расставил, возможно, мы бы там вот пережили этот ход. Подготовленный выстрел. Ну, радиус совсем не хватит. Прям всех зацепить. Подготовленным. Плюс у них еще нету этих страх. А вот этих страх остался. Невосприимчивость. Крое нет. Ну, еще этот тоже. Не боится ничего. Древнего можно напугать. Но мы в него не попадем, скорее всего. Да, все. Очень понятно. Надо немножко подготовиться. Попытка номер три. Поставил еще больше капканов. На всякий случай этот ингалянт заюзал. Ну, сейчас попробуем. Попробуем сначала их согреть. Надо кого-нибудь хотя бы увидеть. Пусть мы никого не задели. Даже и не согрили, да? Ладно. Загружаемся. Надо хотя бы кого-нибудь задеть. Когда они согрятся. Иди сюда. Мышь. Мышь, иди сюда. Ни в какую не хочет заходить. Прикольно, прикольно, что сказать. Мне приятно на такую наблюдать. Смертоносный сталкер сагрился каким-то образом на крыс. Очень интересно. Ждем тогда. В общем, одной проблемой стало меньше. Держи. Все, по красоте просто все идет у нас. Крысовок древний седой пойдет. На нем яда нету, да? Там, в принципе, вон крысы валяются дохлые. Пока подождем. Пусть подваливают. Единственное, что какой-то они другой дорогой решили пойти. Да, в обход. Скорее всего, они типа и видят, или что? Это крыса не жилец. Да, древний крысовок решил сюда пойти. Какой-то хп осталось. Ерунда там у нее осталась уже. На нее можно не обращать внимания. У нас тут больше вот эта проблема интересует. Даже, наверное, заюзла прям сразу примитацию, урон, крит. Просто их пирокинезом всех зафигачу. Вот, сейчас прошел крит. В принципе, и до этого проходил. Никто не загорелся. Пока ждем. Все, в один капкан попался. Тут еще у него хватает. Нужно будет водить его. Пока тогда мы его подождем. Все, или нет? Не хочет. Ни в какую. Как бы урон заходит. Но не поджигается, да? Хорошо. Крикинезом, кстати, крикинезом побольше улетает. Будем как крикинезом тогда. Отъехали. Лазят, лазят они. У тебя один ход. У тебя один ход. У тебя два хода. Крысовок все равно этот старый древний должен в этот капкан зайти. Но там он, скорее всего, и останется. Правда, еще одна крыска. Она будет стоять два хода. Да. Но теперь нам нужно отходить. Сколько у него осталось? 136 здоровья. Что у нас там? Еще один ход. Мы сейчас сделаем по-другому. Мы сейчас подготовленным выстрелом. Это что сейчас было? Подготовленный выстрел просто в никуда ушел. В другую сторону. Это что-то новое. Как бы он и так отъедет тут. Но мы отходим. Он нас не достал. Можно гранатками туда подкинуть. Почти отъехали. Сейчас побыстренько ему что-то добиваем. У него один ход остался. Эта крыса сколько? А эта крыса, кстати, будет идти. Что же не помешало бы? А, у нас все. У нас примитация восстановлена. У нас все мания восстановлена. Мы просто шандарахнем их всех. И все. Да, готово. 800 тресопа-то нам отсыпали. Два хода боится. Уже никого не боится. Этот никого не боится. На всякий случай включу щит. Правда, от ближнего боя так не сильно спасает. Но все-таки получше, чем из чего. Никто не подошел, да. Сидим, ждем тогда. Надеюсь, сталкеров больше тут нету. Сиди пока здесь. Да, больше никого не подошел. Да, мы через примитацию. Так вот сделаем. Готово. Бинтик заюзаем. Потратили, конечно, кучу капканов. Но ничего страшного. Часть мы сейчас их соберем здесь. Нам, может быть, и хватит на короля-красоволков. По идее, тут больше таких масштабных сражений не предвидится. Поэтому обездверелька мы и вперед. Только надо будет еще сейнши-то собрать лут. Что-то, может быть, диковинки. Плюс у них шкура очень хорошая для крафта. Вот. Кожа древнего крысоволка. Продать... Да. Требует портяжку 79, но зато и качество 99. Это все у нас попадается с обычных крыс. Клык древнего крысоволка. 225 опыта еще получаем сверху. Шкурку забираем. Все остальное, в принципе, нам не надо. Здесь только не попадутся еще какие-нибудь шкурки очень прям хорошие. Которые тоже можно для крафта забрать. Там еще, кстати, по дороге к королю целый лабиринт. Прям лабиринт Минотавра. И вот в нем тоже куча ловушек. Так, этот не наш капкан. Так что там тоже придется полазить. 19. Ничего нету. Это мы уже все знаем, диковинки. Нас не интересует. Пошли посмотрим, что там со сталкера выпало. Плюс я еще не уверен, что все-таки он был один. По-моему, здесь кто-то еще должен сидеть. Колючки зашли, да? 26. Странно, странно. О, 41. Качество шкурка. Заберем. А где останки этого сталкера? Канц с ядами трогаем. Ну, тут сколько костей много с танков. Капчик зато есть. Опачки. Старая лампа. Пси наставник. Телекинетический двойник. Шикарная штука. Но нам не подойдет. Пояс охотника. Можно было сэкономить деньги в лагере Хатор, но... Что сделано, то сделано. Потом продадим. Мне казалось, в прошлый раз, что тут было двое сталкеров. Сейчас мы проверим. Ну, даже с их и двое, то... Я, наверное, второго не буду трогать. Останки крысоволкового жака. Болты. Вернее, болт один. Нет, больше тут никого нету. Все, идем дальше тогда. Опыт-то уже половина уровня есть. Даже чуть больше. Опачки. Неприятно. Очень неприятно. Но мы эту ловушку не сможем снять. Нам просто не хватает навыка. Мы, конечно, сможем обнаружить. С помощью очков, скорее всего. И очки эти, кстати, надо надевать. Потому что иначе... Еще будет плохо. Но я попробую. Может быть, к кислотным ловушкам какие-то другие требования предъявляются. Скорее всего, нет. Да. Получается. Просто обходим ее. А так, вещь, безусловно, крутая. То есть, она очень много стоит для крафта. Проблемная. Грибочек. Здравствуй, грибочек. Еще один грибочек. Привет. Сегодня собираем грибочки. Что, никого нету? Подозрительно. Но нет, так нет. О, темно стало. Прям очень темно. Мне-то не нравится. Ну, что не поделаешь. Да. Мы подходим сейчас как раз к тому месту, где есть лабиринт этого короля-кассоволков. Сейчас я тут немножко поисследую. Мозголяков пособираю. Там у нас что? Прохода нет? Нет, там прохода нету. Залутаем этих бедных охотников, которые решили, у них все получится, но у них ничего не получилось. Капкан, капкан, капкан. Кислотная. Да, это, конечно, если нам надо побыстрее поднять новых ловушек, было бы очень приятно. Не надо было ничего покупать, ничего крафтить. Просто ходишь, собираешь и все. Вон, сколько тут этих ловушек. Мин, ловушек, кислотных ловушек. Труп поднимем, посмотрим. Это у нас коктейль молотого. Да, тут их, конечно, очень прям много. Надо сохраниться, а то мы тут уже довольно много облазили всего. Что в шкафчиках? Капкан, мина. Опыта дадут? Да, опыта 150 отсыпят. Получается, мы на этой локации, то есть, по крайней мере, после выполнения задания точно получим новый уровень, 13-ый. что радует. Где там наши бинтики? Бинтики, бинтики, бинтиков, кстати, маловато. Нам прям так и не предвидится больше боев таких серьезных, по-моему. Впереди только крысо-волк, этот король крысо-волков. А тут лабиринт просто надо найти проход, ловушка, вот лестница, залазим. С этим королем крысо-волков можно, кстати, договориться. Опять-таки, у нас нет убеждения, поэтому мы не сможем. Нет, это я, походу, не туда свернул. Мы спускаемся обратно. Входим не спеша здесь, так как периодически будут попадаться ловушки. Угу, тут тоже тупик. Хорошо, хоть персонаж довольно умный, то есть в том плане, что если он ловушку обнаружил, то он не наступит, конечно, мы не заставим идти, смотря, ну, если будет проход к этому месту, к которому мы его направляем. Ага, вон, лестница. По идее, к ней надо как-то добраться. Ну, пока что-то нам не очень везет. Возвращаемся обратно. Возвращаемся вот походу вот эта лестница нам нужно слышим слышим и гавка не вот черт это образом пальто в капкан печально но не критично у нас довольно много стимуляторов 80 но 80 махиляться не сможем автоматическими режиме регенерации не за не запустится да вот у женщин там слышно и вот по-моему этот люк как раз таки есть переход не совсем почти вот сюда нам надо сюда один люк и все переход на локацию с королем крыса волков да прям бочки горят как будто реально бой с боссом будет так и есть принципе босс притом такой очень очень неприятны за счет того что у него два древних крыса волка божики фигня помещу альфа есть плюс он еще сам с арбалетом поэтому его конечно в первую очередь надо снести а потом уже разбираться за волками что ж мы сохраняемся пойдем с ним сейчас пообщаемся вы оказываетесь лицом к лицу с высоким мускулистым мужчиной впрочем мускулистым это мягко сказано потому что он обладает комплекции достойной быть отлитой в граните один из двух крыса волков сидящих подле настоящий крысиный голиаф с седой шерстью смотрит на вас пустыми глаз глазами тоже выглядит как могучая леденящая кровь живая статуя массивная крыса волчья шкура с блестящей шерстью покрывать плечи короля крыса волков таким титулом он представляется вам со своим глубоким голосом кстати вот это вот его доспех шкура она позволяет нам чтобы на нас не нападали крыса волки можно будет спокойно среди них ходить смеет беспокоить короля крыса волков назови свое имя или я велю моим крыса волкам разорвать себя на куски говорим ну можно представиться можно даже гониться запугивание нас нету можно просто в бой что же у визмара единственная причина по которой ты все еще стоишь на ногах в том что ты первые кому удалось избежать всех мои коварно расставленных ловушек и дойти до сюда и потеряв и конечности я уважаю это только самый хитрый сможет добраться до моего логова от села слабаков утолят голод моих краса волков скажи мне почему ты здесь я просто следовать пещеру вот и все х просто исследовал пусть так я нахожу твой визит довольно забавным так что я позволю тебе остаться но знаешь что если ты проявишь неуважение ко мне или моим краса волкам и будешь наказан теперь мой забытый гость давай поговорим он смеется как-то стал королем краса волков стал я всегда был королем краса волков по праву крови эти краса волки мои братья и сестры моя стая не думай хотя я и король и моя более выше их на наше уважение взаимно и наша связь сильно охотимся вместе мы едим вместе и мы убиваем всех кто стоит у нас на пути вместе и кто бы это мог быть злые люди из лагеря хатор конечно же они презирают нас хотят и жить нас из этого мира этих людей нет уважения ко мне моим красавоком моей земле они называют себя охотниками но не плевать на это они просто слабаки углекопы которые думают что они умнее всех я убью всех до единого кто посмеет ступить на мои земли он охмыляется мои ловушки уже забрали немало жизни и каждая новая смерть радует меня я все время его убиваю да то есть можно типа бы его не убиваясь там позже по моему нам расскажут что у него есть любовь в лагере хатор который он бы мог хотел бы сюда это заманить но лишь о том что как бы для нас до ценить такие лагерь хатор хорошие отношения с ним все такое чем как бы отношение с этим безумным королем красаволков как безумным бы это его территорию сидела но все равно вы тут выбора почти нет по сути лагерь хатор небольшой лагерь шахтеров а теперь охотников и он расположен к северу от моего логова много и у них есть оружие но не слабаки телом и духом он сплевывает слабаки судя по твоим словам они доставляют тебе массу проблем вот как это потому что так и есть я только хотел чтобы меня оставили в покое жить с моей стаи на нашей земле но эти из лагеря хатор просто не могут не лезть ко мне особенно один из них и бывший вожак гидеон этот трус это жалко и опородина мужчинам утверждал что я нарушил границу их охотничьих угодей и крал их добычу хотя эта земля принадлежала мне задолго до того как они перестали копать уголь и решили заняться охотой моих красаволков моих грязных красаволков он называл паразитами утверждая что они нападали на людей из лагеря хатор дурак но этот дурак теперь мертвого нет моей руки к сожалению что еще печальнее его преемник пошел по его стопам все равно я хитрее сильнее и не победить короля красаволков значит лагеря хатор пробу заключить мир с лагерем не будь дураком никогда не стану вести переговоры с этими бесчестными слабаками я не поставлю себя в положении добычи краулера ожидающий последнего смертельного удара в спину они показали мне свой повести на лицо давным-давно но убеждения у нас нету поэтому бессмысленно пытаться ему помочь полгода ты прав давай поговорим чем-нибудь другом есть настоящее имя настоящее имя и то есть мое настоящее имя да был и буду хорошо зачем все эти ловушки вокруг логова ловушки для того чтобы отвалить незваный гостей от моего логова ну логично есть королева нет нету ни одна женщина которую я встречал не было достойно стать моей королевой на секунд задумывается ну за исключением одной есть молодая женщина в лагере хатор по имени сарина на 1 достойного упоминания во всем этом жалком месте она сильнее многих мужчин и трассы вирепу прекрасно она стала бы идеальной матерью для моих детей про что и говорил есть вариант при котором а мы попробуем сарина сюда привести каким-то образом и тогда все разрули мирно но этот вариант не для нас нахмыляется все возможно сколько ты действительно желаешь эту женщину именно ты меньше еду может быть и смогу привести себе каждому королю нужна королева неужели зачем тебе это делать привести сюда несомненно придется против ее воли и это само по себе делать эту задачу трудновыполнимой учитывая что я только рассказал о ней думаю будет весело у меня проблема с лагерем хатор тебя такой удары ниже пояса пожалуй нам обоим придется по вкусу есть вариант мы закоррешимся с королем красаволков за вознаграждение дом будет весело допустим теперь я понимаю но задуматься я заинтригован твоим предположением но и глазах это женщина уже показала чего стоит я уверен что он достойно быть моей королевой согласно ли она на этот день нет меня не интересует приведи ее ко мне и ты будешь вознагражден я передумал а прими уже решение человек которым не хватает решительности это слабак неважно насколько он силен запомним мои слова мы просто проверяли что ты прям сразу же начинаешь тут обзываться тебя так ты можешь научить меня чему-нибудь о ловушках и намерен этого делать единственный кому я передам мои знания тому наследник понятно вещь нам ведь на обмен обмен нет ладно давай до свидания мы пока мы походим посмотрим и походим пока и понятно не походили мы побыстренько опять поговорим до свидания значит туда мы не идем соответственно потому что нас нападают можем только уйти и все значит здесь у нас вот древний кроссовок мне казалось их двое было раньше может и ошибался возможно где-то еще там кто-то ходит сложности меня не менялась правильно до доминация нормально рано ну ладно странно досадно ну ладно дверь можно принципе закрыть и заниматься своим делом приставить ставить ловушки потому что если примеру мы кроме двери будем устанавливать ловушку он заметит ответственно пойдет и просто тупо снимет нас 15 капкана в принципе это должно хватить и наши зажигательные тоже снарядов хватает здесь нам очки лучше надеть обратно термические дошли дальше пояс принципе такой оставим я покуда будем расставлять ловушки лучше этот пояс надеть да значит только ловушки ничего другого что у нас осталось значит два две ловушки с криожидкостью две зажигательных ловушки на 55 на 55 потому что вот теперь на 55 либо заморозочку можно принципе и то и другое вот это не сюда я поставил начале начали наверно поставим обычные проходим там куда они тут залезут поглубже уже можно принципе поставить и такие как раз покуда не два входа будет стоять думаю успеет подойти вся основная кампания и рванет нормально если у нас до свето шумова есть то есть просто чтобы триггернуть ситуацию чтобы их сагрить чтобы не двери открыли поролит открыл дверь нужно чем-то его приманить это громким звуком но сейчас думаю жахнет нормально еще дальше выставляем обычный капкан уже три штуки вмещается там просто проходят в дверях поэтому только два капкана ныкаться мы будем где-то вот здесь потому что если здесь ныкаться то он нас может построить из арбалета довольно неплохо так стреляет так уже все видно да так вот тоже видно вот этот проход значит тут мы в эту сторону все и будем минировать дальше там капкан стоит нет нет там нету значит мы сюда поставим зажигательную ловушку т2 если вдруг кто-то сюда захочет пройти он того не смог сделать чем приятны зажигательные ловушки то есть ну вернее как приятны с одной стороны это минус со второй стороны плюс то есть у них нету а радиуса поражение они только срабатывают когда никто это ну заходит и соответственно только конкретного человека там не человек без разницы кого только радиусом в одну клетку соответственно другие ловушки не триггернуться тоже не сработают в этом плюс ты еще поставлено всякие случаи пиогены чтобы если уж совсем у нас беда будет где-нибудь здесь возможно здесь проход надо ставить и вот здесь можно было чуть что рвануть значит волна взрывная по идее не должна задеть вот эти ловушки сейчас я проверю как я проверю задевает кстати что можно принципе переставить немножко ладно снимем поставить сюда еще больше капканов поставим уж наверняка ну тогда здесь можно обычный капкан поставить все как то так а попробуем берем пистолет свой химический обруч у нас есть пояс можно принципе атлетически взять все заряжено все готово бафы кстати что насыпав есть восприятие можно на крайне восприятия лавой урон другому сделаем на обнаружение холодом биологические механические на 5 процентов физического удара то оружие безоружных атак я учусь всем салатик просто спрятив плюс один теперь теперь нам нужно как-то их сабвить лучше конечно это все делать помощью светошимовой гранаты либо можно обычную гранату кинуть на эту сторону она не задела наши мины где светошимовая и потерял из виду вот она пряталась да ясно понятно я понял свою ошибку да сейчас не хочет выходить хитрый какой вот сейчас мы успели все хорошо король и попался король и здоровья кстати 1780 при том что у него еще арбалет него еще нож мы просто вот так вот стороне подходим они в капканы залазят даже можно так вот отойти наверняка 2 в капканы сидят дальше они пройдут в осколочные мины все тут зарвется и будет очень весело поэтому сначала мы а пирокинезом лучше не не трогать с другой стороны хотелось бы я боюсь что мы заденем хотя бы попытаемся хорошо да нормально в принципе пошло он никуда не денется не боится два входа будет стоять капкане этот никуда не убежит потому что сзади подпирает древний крыса волк и никуда не уйдут просто будет стоять и все и гореть кто-то гореть кто-то не гореть вы готовым ребята осталось еще один ход пойдет как эта крыса 38 вот отлично мне как раз не хватит чтобы а все таки два таки там два крыса волка сейчас следующее что если примеру мы бьем эту крысу сейчас крыса волк пойдет и взорвется это дело вот этих вот тамин хватит только для крыса для короля крыса волков если мы не будем трогать в принципе ничего не изменится тебя древним чуть больше достанется они так он еще будет один постоять все ладно забили по очкам действия очкам действия 35 осталось да они 50 очков действия опасными не попадем роля крыса волков можно попробовать чуть-чуть поджечь еще побольше девятнадцать очков действия я лучше отойду все этот бродяга сейчас вперед пойдет тоже вперед пойдет половина хп у него осталось да не знаю как его жилетка защищает от осколок осколков мин мы это сейчас проверим конечно у него много реально очень много даже меньше больше чем у древних крыса волков почти в два раза у крит зашел приятно оторвется ага вот черт и блин ошибка надо будет что дальше пойти эти он еще каким-то образом выжил цель на выстрелах как он выжил не знаю там очень мало урона зашло уворачивается уворачивается он почти от всего уворачиваться что-то поглощает броня что чего-то наворачивается чем попытка номер два вот с этим да еще колючка раскинуть вообще веселуха было хотя бы так да значит мы берем обратно светошумовую куда она опять поддевалась вот она отлично это мы согрели а вот так вот значит но это плохой вариант вот сейчас значит у нас король зашел капкан древний кроссовок тоже в капкане в принципе можно сейчас их шандарахнуть через примитацию и всему не он на миныш не задели нормально не задели король кроссовоков с этим его не подожгли к сожалению вот входим сюда пока он еще один ход будет стоять пока окрит прошел хотя бы ядно ходим и вот сейчас нам нужно будет уже убежать подальше потому что в прошлом опыту он его мины не берут значит пойдет просто вот сюда вот сюда прям дойдет нам надо просто свалить мы даже не будем ничего делать просто валим сюда и все вот и что там происходит еще одно стоит в капкане кто-то отъехал нет ни никто не отъехал и живы-здоровы да 518 у него хп осталось нет могилечка на нем еще кстати у нас еще два хода даже крит прошел красиво еще один крит это тебе осталось 317 пп один ход он еще стоит ну дальше бомбим его крикенезом место что у нас сейчас заканчивается резерв до резерв это наше слабое место просто даже на один бой более-менее длинно его не хватает у нас чуть-чуть сингалянты есть 10 всего хватит где-то 2 поддевался крысо волк 220 хп до можно сейчас и в принципе из примитацию через внимание о красиво отъехала веси на оружие у нас нету этого больше пси энергии это можем подстрелить крысиный король и сейчас будет идти ходить но он упадет опять капкан за здоровье ну блин ну чё за дела совсем ерунда осталось все он капкан разрядит здесь она она хотя на от капкана отъедет по идее отъехал красаволка король красаволков отъехал древний красаволк значит а там их там их три было там просто три древних красаволка чай беда а тут она подожжется там на заморозится все равно капкана больше негде было оставить так что что можно сюда убежать получится но этот путь стоять и в капкан зайдет вот этот пойдет скорее всего в обход надеюсь он в этот капкан все-таки залезет это у нас четыре хода когда она продержаться у нас правда есть еще ага у нас есть можем попасть его да потому что он стоит в капкане все не загорелся ладно нет так нет но этот нам не страшен этого пытаемся поджечь молодец загорелся 29 урона этот никуда не денется это у нас по очкам действия нету да можно кстати заюзать наверное стимулятор до заюзали стимулятор все сидим ждем это этот никуда не ходит непонятки какие-то терна не огня не боится меня он не боится обознать что ловушку жидкостью поставить сюда вы бы тогда вот сюда выходили надеюсь все нормально пойдет два хода просто вот этот вот древний красавок он мне кажется не захочет идти в этот капкан сколько нужно было ставить не здесь 3 и здесь у нас еще один красавец на вот здесь поставить капкан как ты не сообразил на всякий случай щит включу вот же крыса древний здесь блин мы сейчас не убьем за один раз это образом да то есть он пробежал отбежал все ясно что здесь надо было тоже тапканы ставить вот эти вообще бессмысленно здесь стоят я свою ошибку тоже опять осознал сожалению слишком поздно до агитация все это еще не восстановилась просто это можем бить но толку никакого древний просто пойдет стой и тут нас тоже сожрет не просто они не не боятся ничего она еще уклонение в рублю вряд ли меня спасет каким-то образом я вышел правда у меня и жесткое кровотечение нас убить не может но 148 34 да как бы без вариантов поле мы не можем отсидеться ну все ладно аривидерчи очередная попытка сейчас более-менее что получилось по крайней мере эти все подгорают только там урона 37 конечно урона немного 49 это побольше нам тут немножко сейчас поменялась ситуация потому что поставил здесь капкан и в итоге мне приходится его теперь обходить ну а по-другому просто нас бы пароль тут стрелил время святого капкана него то они опять как прошлый раз бы забежали к нам и все буквально не ходил не хватило одного хода просто один ход и мы бы уже это дели она еще один ход можно не пасаться его она будет ныкаться все значит час дача стоит зря вышел даже мы ничего не успеем сделать просто уходим и все сейчас все взорвут мы не взорвали очень интересно ладно не хотят как хотят а мы тем временем пушить его наверно не будем не стоит просто его подстрелим всем урон он получает за два хода почти объедет уже и так сейчас рвется все данным актер все-таки он отъехал до дымится прям и вот теперь как раз можно и гасологов этих древней то есть на два уже и калененькие примитация два хода жалут этого сейчас немножко потрепаю стоим ждем кандатами трое 3 покрепче ничего страшного один ход еще потом и сразу резко всех рубанем не махом да сейчас все пошло как надо 2 отъехала один сейчас еще догорит 45 урона даже он не переживет даже вот этого капкана не очень круто течение последнее что ли осталось следе из магика потом ему охладим его амеща должно быть самок вожак нет наделась заныкался я понял это вот еще в общем а где-то там есть но еще сюда не идти можем его попробовать заманить как-то чем-нибудь и мне будь чем-нибудь пример перемола твоим бросить туда а бросил лично проверяй бросил очень хорошо так бросил никто не идет да но не хочет дойти но там где-то эта крыса сидит найти сюда не хочет я тоже пойти не хочу потому что там колючки и давиды пока похиляемся это у нас бинтики были до последний остался где-то снимать капканы все таки вот этот в принципе все надо снимать да ты делся крыс кто-то заныкался скорее всего он ныкается вот здесь вот да но мы ходим первыми раз при медитация восстановилась сейчас мы шандарах ним до свидания вот наконец-то победа у тайм здесь все и сваливаем отсюда воздаем задание на этом наша миссия заканчивается именно здесь 55 взлома и наши отмычки мы считаем 90 сейчас нам взлома что-то у него арбалет торнадо забираем еще один шкафчик уже закрытые получается вот сразу 3 4 все-таки его завалили этого короля это всегда хорошо когда есть место для маневра то есть можно поставить ловушки капканы можно отойти подойти спрятаться потому что иначе ну иначе очень сложно замок 50 а что там кто-то лежит видимо бывший охотник из лагеря хатур но ему не повезло мы не успели его спасти убираем капканы убирать надо и ловушки тоже все сейчас они не пригодились нам да яд могильщик очень такой вредный хотя яд краулера еще более неприятным у краулера что-то мы лута в прошлый раз не подобрали надо кстати фельнуться то сейчас сами отъедем этого яда сохранимся вот что-то тогда бывает мискликнешь по ловушке и сам не залезешь и Все, ловушки мы все сняли. Сейчас еще красоковатик, древних тоже посмотрим. Значит, так, немножко опыта. Шкурка 71. Патархавсия не берем. Что у нас, кстати, с весом? 106. Нормально, хватит на все. Смотрим, самое главное. Вот она, регалия крысоволков. Тила плюс один, осталось плюс 25. Придвижение плюс 10. Скорость передвижения на 10% величина. Не восприимчивость к страху. Но с того мы получаем очень много теплового урона. Что-то он так хорошо горел. Хотя она и не предлагает хорошей защиты. Достаточно надеть эту примитивную броню, чтобы пробудить в себе первобытные инстинкты стаи животных на охоте. Но тут не написано про то, что крысы нас не трогают. Но раньше не трогали. И раньше, по-моему, было написано. В общем, проверим этот момент. Челюсть, арбалет. Интересный такой арбалетик. 30-70 урона. На 35% шанс уменьшить боевые навыки и живые цели на 15 в течение 30 ходов. Запаниковать на один ход 10%. Запугивание на 15 увеличено. Сунимость в очках действия. Атака арбалетов уменьшена на 3. Шикарнейший арбалет. Голову забираем. Сюда забираем. Нас интересуют останки. Вот, еще одна шкурка. 73. То есть, пока мы, в принципе, забрали лучшую шкурку до этого, когда встретили. А где там еще останки? Вот, еще одна шкурка. 71. Да, лучше не попадается. Косоволк-вожак. Куры нет. Косоволк. Тело просто. Все, отсюда мы сваливаем. Кстати, если бы мы с ним договорились по поводу того, что мы приведем эту женщину, в которую он влюбился, так сказать. Он нам где-то вот здесь вот откроет проход. Но я не уверен в том... Хотя нет, скорее всего, он бы открыл, если бы мы ему согласились привезти ее. Можно было, в принципе, не выполнять этот квест. Просто получить проход. Ну, что-то я поздно сообразил по этому поводу. То есть, где-то, где-то здесь есть проход. Сразу у нас выводит. То есть, не надо будет лазить по этим лабиринтам. Но уже что сделано, то сделано. Поэтому сейчас прям сразу, побыстренько выходим отсюда. В принципе, ловушки все вот эти мы и обнаружили. Я на всякий случай сейчас одену шлем. Что бы уж наверняка не попасться. Эти капканы и все прочее. Куда мы сюда идем? А там тупичок. Сюда еще сначала надо залезть. Где-то, кстати, вот звуки этих крыс, древнего крысоволка, тоже звуки. Тут вроде его нету. Что у нас по уровню? Скоро, да, скоро получим. То есть, мы, в принципе, квест дадим и, наверное, нам нормально опыта отсыпят. Но уж, конечно, здесь натыркана, будь здоров. Надо, кстати, сейчас включить скрытых, потому что могут крысоволки появиться заново. Не хотелось бы с ними опять сражаться. Для этого мы как раз таки стелс тоже и качали. Потому что одна из проблем над доминацией, то что ты идешь, выполняешь задание, сносишь всех врагов по пути, выполнил задание, идешь обратно по пути, чтобы сдать этот квест. А там хлопочки и опять куча врагов. Опять все те же и опять вот эти вот начинаются проблемки. Поэтому стелс вот иногда спасает. Такие моменты. Очень приятно, когда ты можешь спокойно уйти. О, грибочки восстановились. А это значит, что раз грибочки восстановились, то могут быть появиться и противники. Ну, пока вроде тишина. Я вот отсюда заходил. Кто его знает, может он какой-нибудь ночной охотник, этот сталкер сидит где-то, тени скрывается и ждет, пока мы к нему придем. Посмотрим, кстати, что нам сейчас презентуют. Может быть предметы, может быть нет, может быть просто денег отвалят. Монеток сегийских. Всяком случае мы лагерю, считай, помогли. У него два задания, те основные. Третье не помню, есть, нету, сейчас узнаем. Король крысоволков мертв. Не могу поверить своим ушам. Как вам это удалось? Где он прятался? Это был сложный бой, но мне удалось одолеть его. Я нашел его в его же логове к югу от лагеря Хатор. Я прошел через какие-то пещеры, кишащие крысоволками. Затем нашел заброшенное здание, в котором оказался вход в его логово. Потрясающе, Визмар. Мне осталось сделать только одно. Вы так много сделали для нас. Помогли нам избавиться от жуков и от короля крысоволков. А следовательно, сделали нашу жизнь куда проще. Во-первых, примите это. Он постягивает вам три сахаронов. Разумеется, это не единственная ваша награда. Теперь вы один из нас. Навестите меня, когда у вас будет время. Я научу вас нескольким трюкам, которые охотник вроде вас нашел бы полезным. Немногим упадает такая возможность. Да, получили мы уровень. А трюкам не хочешь научить? Охотничьему ремеслу. Да, вы, мягко говоря, сильно облегчили нам жизнь. Меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить вас, это поделиться своими некоторыми нашими методами охоты. Хотя вы и так уже способный охотник. Я уверен, что вы быстро научитесь. Вы готовы взять у него урок охотничьего мастерства? Но нам это не особо поможет. Вернее, оно вам вообще не поможет. Если бы мы были реально там арбалетчиками и охотниками. Вот у нас охотник появился. Трейд новый. Открываем, смотрим. Где охотник? Вот охотник. Увеличивает урон, наносимый животным арбалетами, ножами и копьями. На 20. Это, конечно, шикарная штука для арбалетчика. Может быть, и когда-нибудь поиграем в арбалетчикам. Кто его знает. В принципе, отбилд арбалетчика очень такой прикольный. То есть у него есть разные болты. Отравляющие, там зажигающие, замораживающие, электрические. Плюс и есть приятные трейды на этот отбилд. Но пока, в общем, нам он бесполезен. Отменить... Да, пока уровень поднимать не будем. В следующий раз уже уровень поднимем. Значит, что мы получили? Получили немножко монет, да? Получили мы регалии кроссовоков. Но одевать мы их здесь не будем, потому что нас просто все сагрятся. Задание выполнили, уровень получили. Все хорошо. Значит, дальше мы уже будем думать. Наверное, пойдем в Форс Сити. Надо будет там повыполнять задание. Ну, а пока на этом все. Всем пока.